В некотором царстве Мама с папой у Машеньки на севере-дальнем работали, а Машенька на каникулах у деды и бабушки гостила. Трудолюбивой и послушной девочкой Машенька была, помогала деду и бабушке во всем. Вот однажды, собрались подружки в лес за грибами да за ягодами, и стали кликать, звать Машу, и за окна с собой по грибы да по ягоды. Дедушка, бабушка, отпустите Машеньку с нами в лес, цветов нарвать, грибов пособирать. Долго дед да бабка не хотели в лес Машу отпускать. Дедушка, бабушка, отпустите меня в лес с подружками, грибов соберу, ягоды принесу. Хорошо, иди, только от подружек не отставай, в лес далеко не уходи. Вот пошли девочки в лес, стали грибы да ягоды собирать, аукаться. А Машенька, грибок за грибком, ягодку за ягодкой, да и ушла далеко в лес и заблудилась. Заблудилась, что же мне делать, как из леса выбраться. Шла она шла, а вокруг сосны доели высокие, да туман стелится. И пришла она к избушке. Ой, какая избушка странная, кривая, непонятная. Интересно, кто тут живет? Наши Маши девочка воспитанные, стала она стучать. Никто не открывает. А жил в той избушке огромный медведь. Его дома не было. Ушел в лесной магазин, за припасами, да за продуктами. Маша села на лавочку и стала ждать. Медведь только вечером вернулся. Ах, какие у меня гости. Сама пришла, без приглашения. Что ж, будешь мне готовить, прибираться, стирать и перед сном пятки чесать. Погоревала Маша, но поняла, слезами горю не поможешь. И смотри, не вздумай того, сбежать, куда будет. Уходил медведь, по своим делам по медвежьям, а Машеньку дома запирал, чтоб не убежала. Поплакала, поплакала Маша, да и решила обмануть Косолапова. Вот вернулся вечером медведь домой, а Маша ему и говорит. Михайло Потапыч, отпусти меня на денек в деревне, с бабушку-дедушку проведать. Нет, Пушу, ну-ка дай-ка сюда мешок, я чай, и сам отнесу, а то их... А Машеньке только того и надо было. Она уже давно хитрость хитрую придумала. Сложила она пирожки в мешок и говорит медведю. Посмотри на небо, там и со мной, прогреет. А чего ж? Медведь вышел, а хитрая Машенька в короб спряталась, пирожки сверху поставила. Вернулся медведь, поднял короб, и пошел в деревню. Шел, шел, устал, короб-то тяжелый. И говорит медведь сам себе. Сяду на пенек, съем пирожок. Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Встал с пенек, и пошел дальше в деревню. Шел, шел, опять устал. Сяду на пенек, съем пирожок. Не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Испугался медведь, подскочил до трусцов и побежал. Прибежал в деревню, и начал встречаться, к деду с бабкой. Но тут собаки учуяли медведя, да начали ловить, горчать и ловить. Главный лук, через плетень кидаются, того и гляди за лапу, покусают. Бросил медведь мешок, и умчался в лес по добру, по здорову. А тут дед, с бабкой, вышли на лай собачий, посмотреть. Ой, кто это мешок оставил? Да это ж Маша, внучка наша! Обрадовались дед с бабкой, стали они Машеньку обнимать, и умницей называть. А тут, и сказке конец. А кто слушал? Молодец! 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 Молодец!